всем доброго времени суток сейчас буду делать рецепт и хочу вам показать как это все будет в общем для рецепта сейчас я вам покажу что нужно не знаю как там видно вам наверное для рецепта потребуется это все в произвольной форме дорогие друзья я этот рецепт в общем увидела в интернете что-то взяла от одного рецепта что-то из другого рецепта объединила в свой что ну какой который мне близок по вкусу и вот так вот решила с вами поделиться нужно баклажаны пучок петрушки ну любой зелени можете кинзу укроп в общем и укроп с петрушкой это уже на вкус 5 зубчиков чеснока опять же для этого объема я посчитала что мне этого достаточно грецкие орехи я буду их размалывать в сутки помидор можно еще помидор в общем я посмотрю уже как будет может быть даже и еще помидор возьму здесь я разбила одно яйцо вот его нужно так размешать может быть даже два яйца в зависимости сколько будет баклажанов ну я думаю баклажанов меня не так много и яйцо для чего нам нужно чтобы закупорить баклажаны и чтобы мы и будем обжаривать и чтобы они не впитали себя лишнего масла вот нужно их как бы в яйце вот так вот поместить в эту емкость и в яйце их обвалять соединить так баклажаны я порежу вот такими кубиками вот так вот так приблизительно у меня баклажаны небольшие не стала я их очищать чтобы они не превратились в кашу в общем так вот яйцо размешали солить пока мы не будем еще нам потребуется сметана для этого рецепта так и буду баклажаны смешивать с яйцом надеюсь что не хватит одного яйца как-то я не хочу чтобы было много яйца потому что когда будешь жарить это уже будет как бы лишний ну вы можете взять и 2 яйца я говорю вот любой салат это произведение искусства вот что захотите то и положите какие ингредиенты вам нравится такие можно и применять так и нужно вот это вот все чтобы вот эти баклажаны они пропитались вот этим яйцом я думаю хватит сейчас еще один баклажанчик у меня лица не не очень крупно потом нам нужно будет обжарить баклажаны на подсолнечном масле вот эти вот баклажаны чтобы вот так вот яйца не пропитались немного яйцо закупорились потому что баклажаны они да вот они очень много в себя масло впитывают а это как бы для салата ну очень-то хорошо слишком много масса ну я думаю вот смотрите все нормально одного яйца мне для такого количества хватило если будете делать больше конечно нужно пока баклажанчики там пропитываются нужно порезать зелень меленько и мелко-мелко чеснок порезать зелень чем меньше тем лучше нарезаем можно взять еще один нож я постараюсь вот так мелко-мелко так нарезать не чеснок вот так вот и и все это отправляем в чашку зеленью аромат ставим уже теперь нужно размолоть ступки грецкие орехи так теперь нам нужно со всех сторон обжарить баклажан что пока баклажаны жарятся здесь я нарезала помидоры ну так вот кусочками размолола грецкий орех посолила вот здесь эту зелень с чесноком нужно еще развертить немного и добавить сюда сметану добавить сюда же орехи все это перемешать все ароматы подружились можно добавить зелень любую какую какая вам нравится ну и сюда добавим сметану где-то не знаю где-то две столовые ложки вот такие у нас баклажанчики уже румяненькие стали просто красота главное чтобы они не развалились на сильном огне жар обжариваю все баклажаны пожарились переложила их в тарелку чтобы они остыли еще нужно будет промокнуть их салфеткой чтобы убрать лишнее масло ну что баклажанчики остыли я вот их еще на салфетку потом выложила промокнула можно сейчас все соедините баклажаны с помидорами и залить этой заправкой ну не залить она у меня густая такая получилась перемешать все с этой вот заправочкой потом уже снимать пробу я думаю будет очень вкусно если сметаны мало можно конечно и добавить в процессе вот еще и помидоры дадут сок я думаю что будет достаточно на соль тоже можно попробовать вот такая получается красота ну что дорогие друзья такой салатик можно даже и на праздничный стол приготовить можно орешки вот грецкие или можно еще ну любыми орешками можно присыпать сверху для красоты я уже просто перемешала потому что ну мы просто будем ужинать сегодня этим салатиком а так достойный салат и хорошо будет смотреться если его еще и украсить ну что дорогие друзья вот такой салат получился будем снимать пробу так берем большую ложку салатик объедение ну все дорогие друзья теперь всем пока пока готовьте такой салатик и радуйте своих близких до новых встреч салатик объединизм Субтитры сделал DimaTorzok